Здравствуйте! Четвёртое занятие сегодня по нашему курсу «Немецкий язык для начинающих». Вторая серия «Водно-грамматический курс». Напомню, что общий курс для начинающих мы спланировали из двух частей. Первый фрагмент был посвящён фонетике, то есть мы с вами учились правильно произносить, правильно читать, правильно интонировать отдельные фрагменты звучащей немецкой речи. И во втором цикле «Водно-грамматический курс», который был назван, мы с вами знакомимся с основными фрагментами системы и структуры современного немецкого языка. Давайте вначале, как обычно, познакомимся с планом урока и сориентируемся в том, какой объём знаний нам предстоит освоить на сегодняшнем занятии. Я говорю, нам с вами, потому что, я предполагаю, ваше активное участие в наших телевизионных уроках, а не просто пассивное сидение перед экранами телевизоров. Я надеюсь, что у вас под рукой и тетрадки с ручками, и двуязычные словари, ну и теперь вы уже можете воспользоваться краткими грамматическими справочниками, тем более, что с основной терминологией, которая касается и системы времён, и системы глагола, и системы личных местоимений, и в чём-то системы имени существительного, вы уже знакомы. Мы продолжаем на сегодняшнем уроке ознакомиться со структурой имени существительного. Номинатив и акузатив имени существительного в единственном числе. Далее мы поговорим об указательных местоимениях и продолжим знакомство с основными правилами употребления артикля. Мы познакомимся с тем, что представляет собой так называемая рамочная конструкция. Это особенность современного немецкого языка, не характерная ни для русского, ни для французского, ни для английского языков. Как всегда, мы должны будем расширить наш с вами словарный запас, мы выучим новые слова, прочитаем, переведём текст, и завершим мы наше с вами занятие знакомством с очередным фрагментом новых правил правописания современного немецкого языка. Вот таков план нашего сегодняшнего телевизионного урока. Но начнём мы его с проверки, как всегда, с проверки домашнего задания. Я надеюсь, вы успешно справились с несложным переводом, который был вам предложен в качестве домашнего упражнения. Итак, давайте посмотрим, насколько правильно вы сделали перевод. Они учатся в Мюнхене. Вот тот перевод с русского на немецкий, который я предложил вам в конце прошлого занятия в качестве домашнего упражнения. И мы начали наше с вами сегодняшнее занятие с проверки того, насколько успешно вы справились с предложенным домашним заданием. А мы можем с вами теперь перейти к первому фрагменту нашего телевизионного урока. Номенатив и акузатив – два падежа, о двух падежах, об этих двух падежных формах мы с вами сегодня поговорим, касательно имени существительного. Единственное число. В немецком языке имеется три типа склонения имен существительных. Так называемое женское – сюда относятся все существительные женского рода. Так называемое сильное – сюда относятся все существительные среднего рода и большинство существительных мужского рода. и так называемое слабое склонение, куда относится не очень большая группа одушевленных существительных мужского рода. К этой серии существительных относятся такие слова, как der Mensch, der Herr, der Student, der Aspirant. Особенностью слабого склонения, все что касается конкретных форм существительных, приведенных в скобках, является окончание eN во всех косвенных падежах, кроме именительного. На конкретных примерах сейчас мы посмотрим, что это означает на практике. Итак, именительный падеж, по-немецки термин, соответствующий именительному русскому падежу, звучит так, nominativ. И вот давайте посмотрим на серию имен существительных, как они склоняются, какую форму они имеют в этом падеже. Здесь в этой табличке представлены и формы определенного, и неопределенного в скобках артикля, и форма самого существительного. Итак, der Arzt или ein Arzt – это сильное склонение. Das Kind – ein Kind – тоже сильное склонение. Die Tasse – eine Tasse – женское склонение. И, наконец, пример слабого склонения. Der Mensch – ein Mensch. Der Student – ein Student. Ну, поскольку именительный падеж – это исходный падеж, то вот все эти слова фигурируют в данном случае, употребляются в словарной форме, так называемой словарной форме. То есть они полностью соответствуют той форме, которая представлена в словаре. И, соответственно, зная эту форму, вы совершенно спокойно найдете слово в словаре и узнаете его значение. А вот форма иного падежа. По-русски этот падеж называется винительным. В немецком есть термин – accusative. Давайте посмотрим с вами на конкретные формы артиклей и, соответственно, самого существительного. Итак, den Arzt – einen Arzt. Das Kind – ein Kind. Die Tasse – eine Tasse. Ну, вот здесь, что касается женского склонения, вот сильного склонения, имен существительных среднего рода, никаких изменений мы с вами не наблюдаем. Изменения касаются только имен существительных мужского рода, сильного склонения и имен существительных, опять-таки, исключительно мужского рода, слабого склонения. Это первый и четвертый примеры. Винительный падеж, аккузатив, в этом случае имеет форму артикля «дейн» определенного артикля или «айнен» неопределенного артикля «арцт». Итак, изменение затрагивает только форму артикля, который, собственно, и сигнализирует о том, что это косвенный падеж, аккузатив. А вот слабое склонение, как я уже говорил, оно характеризуется суффиксом «эн» во всех падежах, кроме исходного, кроме номинатива «дейн» меншен, «айнен» меншен, «дейн» штудентен, «айнен» штудентен. Обратите внимание, помимо изменения артикля, то есть артикль маркирует этот падеж, аккузатив, само существительное имеет суффикс «эн». Мэншен, штудентен. Вот это та самая особенность, которая характеризует все имена существительные, относящиеся к слабому, так называемому слабому склонению. Их не так много, но основные пока что нам нужно с вами запомнить слова, это «дейн» менш и «дейн» штудентен. И запомнить, что в косвенных падежах они имеют форму, вот как в аккузатив «дейн» или «айнен» меншен, «дейн» или «айнен» штудентен. Следующий аспект, который я хотел бы обсудить в этой связи, это номинатив и аккузатив указательного местоимения «диза». Речь идет об указательном местоимении, которое также изменяется по роду. Указательное местоимение «этот» – «диза», «дизес» – «это» по среднему роду, «дизе» – «это» по женскому роду. И, наконец, форма существует для множественного числа «дизе» – «эти». Что касается аккузатив этой падежной формы, то обратите внимание на изменение прежде всего указательного местоимения «диза», который соотносится с мужским родом формы аккузатив «дизэн». Ну, а все остальные формы в номинатив и в аккузатив совпадают «дизэс», «тизэ», «дизэ». Так что ничего сложного пока что нам на этом этапе употребление имен существительных в двух падежах в номинатив и аккузатив и употребление указательного местоимения «диза» – «этот», тоже в двух падежах, номинатив и аккузатив. Вот никаких сложностей пока что нам не доставляет. Употребление артикля. Мы продолжаем с вами обсуждать некоторые нюансы в употреблении артикля в современном немецком языке. Ну, если в предыдущих фрагментах мы в основном обсуждали те случаи, когда нам вообще не надо употреблять артикли, то, вот начиная с этого урока, мы постепенно будем накапливать материал, накапливать информацию о том, в каких случаях и какой именно артикль должен обязательно употребляться. Итак, давайте с вами посмотрим наиболее типовые речевые ситуации. «Da sitzt ein Mann. Wer ist das?» Вот там сидит какой-то человек. Кто это? Такой небольшой диалог, совершенно нормальный, естественный в бытовых условиях. На что здесь надо обратить внимание? На то, что артикль в немецком языке участвует в выражении предложения с точки зрения ограничения старой информации от новой информации. Вот для того, чтобы подчеркнуть для собеседника, что речь идет о чем-то новом, неизвестном, и надо употреблять неопределенный артикль. «Da sitzt ein Mann». Вот там кто-то сидит, какой-то человек. В русском языке у нас тоже есть способы, но, правда, не грамматические, в отличие от немецкого языка, тоже есть способы в русском языке для того, чтобы передать вот эту неопределенность. Мы очень часто употребляем неопределенные личные местоимения. Какое-то, что-то, когда-то, однако и так далее. Вот в этом самом случае мы тоже бы сказали, вот там сидит какой-то человек. Кто это? В немецком языке, с одной стороны, все гораздо проще. Не надо запоминать неопределенные личные местоимения, достаточно усвоить правило, что неопределенный артикль нужно употреблять в тех ситуациях, когда мы сталкиваемся с чем-то новым, неизвестным. Ну и, естественно, логично предположить, что для выражения уже известного употребляется так называемый определенный артикль. Не случайно сам термин отражает вот это противопоставление нового, неопределенного, неопределенный артикль уже чему-то известному, определенному. Артикль определенный. Например, Петра фрагт айнен штудентен. Петра спросила одного из студентов, какого-то студента. И именно этот студент объяснил предложение, конкретное предложение, в связи с которым и возник у Петры вопрос. Петра фрагт айнен штудентен. Диэр штудент ерклярт динзатс. Неопределенный артикль стоит в конструкции глагол «habен» плюс винительный падеж, аккузатив, существительного. Например, «си хат айнен бруден». У нее есть брат. Но здесь, опять-таки, можно было бы провести аналогию с тем, что мы говорили. То есть, кто-то рассказывает кому-то о том, что существуют те или иные родственные отношения. Вот эта информация является новой. «Си хат айнен бруда». Единственное, что нужно помнить, если вы раньше изучали французский язык вот здесь, вас может смутить форму множественного числа. Если вы привыкли к тому, что во французском языке существует неопределенный артикль для множественного числа, в немецком языке такой формы нет. Ну, а поскольку нет формы, то и нам употреблять нечего. Поэтому во фразе «у нее есть дети», ну, естественно, перед множественным числом слова «дети» артикля быть не может. «Зи хат киндо». И еще несколько случаев, когда нам опять-таки не надо задумываться о том, какой артикль употреблять. Перед формой обращения, перед существителями, которые обозначают титул, звание, артикль употреблять не нужно. Вот как в этом случае, пример вы видите на слайде, это пример обращения «Win rufen Sie, Herr Winkler?» Кому вы звоните, господин Винклер? «Win rufen Sie, Herr Winkler?» Вот такие достаточно несложные для усвоения, с моей точки зрения, правила употребления определенного и неопределенного артикля. Ну, и то правило, которое нам разрешает вообще артикль не употреблять. «Рамочная конструкция» – необычное структурное явление, характерное для немецкого языка. Давайте посмотрим, что это собой представляет. Для структуры немецкого предложения характерна так называемая «рамочная конструкция», которая состоит, как вы видите на этой схемке, из личной формы глагола. Фиксировано второе место занимает форма в немецком предложении «ist», и неизменяемой части сказуемого, которая точно так же фиксирована, всегда занимает последнее место во фразе «good». Почему эта конструкция называется «рамочной»? Потому что она жестко детерминирована правилом. Вот никакого другого порядка слов здесь быть не может. А в середину этой конструкции, как в «рамку», поэтому она и называется «рамочная», можно вставлять любое неограниченное, по сути, количество иных членов предложения. Пример перед вами на слайде. «Das Wetter ist am Tage gut» – «погода днем хорошая». Вот такой смысл этого предложения. А структурно мы имеем дело с подлежащим «das Wetter» в сказуемом сложным составным «ist». Второе место. Второй фрагмент сказуемого «good» – «гуд», «хорошая», на последнем месте. Ну, а в середине, вы видите, помещаются, как в эту рамку, второстепенные члены предложения. При этом в качестве составного сказуемого может выступать какое-то устойчивое словосочетание. Вот к таким устойчивым словосочетаниям относятся «ball spielen» – «играть в мяч», «fußball spielen», например, «играть в футбол». И в данном случае устойчивое словосочетание тоже рассматривается как один из элементов рамочной конструкции. Точно так же сам глагол «шпилен» занимает второе место, а второй фрагмент этого устойчивого словосочетания занимает последнее место во фразе. Ну, а в середину, как в рамку, могут вставляться иные фрагменты высказывания. Например, «он играет в футбол во дворе» – «er spielt im Hof Fußball». Вот такая особенность присуща в структуре высказывания в современном немецком языке рамочную конструкцию, напомню, мы только что с вами обсудили. Следующий фрагмент нашего с вами урока посвящен словообразованию. Напомню, что это немаловажный аспект изучения немецкого языка. Дело в том, что немецкий язык вообще характеризуется достаточно богатыми возможностями словообразования. И на самом деле не всегда нужно учить большое количество новых слов. Незнакомые слова могут оказаться очень знакомыми и понятными, если вы знаете, если вы умеете разобрать то или иное сложное слово на его составные части. За счет знания основных формул, основных моделей словообразования. Ведь в модели, в какой-то конкретной модели заключен свой смысл. И абсолютно все слова, которые по данной модели образуются, приобретают тот или иной однотипный смысл. Вот, зная ту или иную модель, встретив какое-то слово, не надо сразу же хвататься за словарь, а надо попробовать проанализировать данное слово с точки зрения словообразовательной структуры. Вполне вероятно, вы обнаружите, что это слово состоит абсолютно из всех элементов, которые вам известны, которые хорошо знакомы. И таким образом, не заглядывая в словарь, вы сможете понять смысл данного слова. Итак, о чем пойдет речь сегодня? О каких моделях, словообразовательных моделях мы поговорим на нашем сегодняшнем уроке? Итак, первая модель. Основа глагола плюс суффикс «эр». Вот такая модель автоматически обозначает лицо мужского рода. Глагол «арбайтен» — «работать», «де арбайтер» — «рабочий». Это же касается и модели основосуществительного. То есть, как мы видим, не обязательно глагольная основа, но основосуществительного может здесь выступать плюс суффикс «эр». Также обозначение лицо мужского рода, связанное с профессиональной деятельностью. «Ди музык» — «музыка», «де музыка» — «композитор», «музыка». Еще одна модель, также представленная основой существительного, плюс суффикс «эш». Обозначает национальную принадлежность или язык. Например, «де дейне» — «датчанин», «дейниш» — «датский» — «по-датски» или «тас дейниш» — «субстантивация». Слово означает «датский язык». Еще одна модель, которую я хотел бы предложить вашему вниманию. Основа существительного плюс основа существительного. Например, «де литература» — «де лера». Мы получаем новое слово «де литература лера» — «учитель литератур». Здесь надо запомнить одно правило. Как определяется грамматический род сложного существительного, если в фрагментах, из которого образуется это существительное, род различен. Например, «де литература» — «литература», «де» — «женский род», «де лера» — «учитель», «де» — «мужской род». Итак, возникает вопрос, как определить род имени существительного, сложного имени существительного, литература лера. Итак, правило, универсальное правило, которое действует в современном немецком языке. Грамматический род сложного существительного определяется по последнему компоненту, то есть по фрагменту «де лера». Поэтому все сложное слово будет характеризоваться принадлежностью к мужскому роду. «де литература лера». Вот таковы несложные правила распознавания значений имен существительных, которые образовались в ходе использования той или иной словообразовательной модели. Следующий фрагмент нашего занятия, как обычно, посвящен обогащению словарного состава, чтению микротекстов. Итак, напомню, два этапа мы с вами проходим в этом фрагменте. Вначале мы знакомимся с новыми словами. И второй этап мы с вами читаем, переводим текст. Итак, какие же слова сегодня нам предстоит с вами освоить? «Арбайтен», «Работать», «Бильден», «Составлять», «Образовывать», «Эрклярен», «Объяснять», «Хайсен», «Звать», «Называть», «Бэхэршен», «Овладевать». «Лебен», «Жить», «Лэрен», «Учить», «Лэрнен», «Учиться», «Заген», «Говорить», «Шайбен», «Писать», «Шпилен», «Играть». «Дэр Арбайтер», «Рабочий», «Дэр Бал», «Мяч». das Beispiel – пример, die Frage – вопрос, der Fehler – ошибка, das Klavier – пианино, der Lehrer – учитель, die Lehrerin – учительница, die Regel – правила, die Stunde – урок, zusammen, вместе, abends, по вечерам, вечерами, die lange – долго, sehr – очень. Вот те слова, которые нам с вами сейчас пригодятся при работе с очередным микротекстом. Итак, напомню, нам с вами нужно будет прочитать текст, затем я попрошу вас самостоятельно уже поработать над чтением текста, над его звуковой формой, над правилами чтения. Ну и, соответственно, нам нужно будет сориентироваться в содержательной стороне текста. Затем мы можем, используя весь текст целиком, либо какие-то его фрагменты, построить аналогичное высказывание, аналогичный рассказ о себе и о своей семье. Текст называется «Die Geschwister». Брат и сестра – такое собирательное слово, существует в немецком языке, как одно слово. В русском языке в перечне степеней родства вот такого единого слова, которое одновременно обозначало и брата, и сестру, у нас нет. Поэтому мы вынуждены переводить данное одно слово в немецком языке «Die Geschwister» в словосочетание «брат» и «сестра». Это один из возможных переводческих приемов перевода. Мы будем сталкиваться в ходе нашего курса и с другими переводческими приемами, когда у нас в разных языках не будет полного лексического соответствия тех или иных слов. Итак, текст называется «Die Geschwister» – брат и сестра. «Петра» – студентка, она студентка консерватории. Она учится в Веймаре. Она очень хорошо играет на фортепиано. Петра ист студентин. Зи ист музик-штудентин. Зи штудирт ин Ваймар. Зи шпилт sehr gut клавир. Зи штудирт ин Ваймар. Зи штудирт ин Ваймар. Heidi ist Lehrerin. У Петры есть Сестра и Брат. Их зовут Хайди и Хайенс. Хайди, Учительница. Петра hat eine Schwester und einen Bruder. Sie heißen Хайди и Хайенс. Хайди ist Lehrerin. Sie ist Englisch-Lehrerin. Sie beherrscht Englisch gut. Sie lehrt die Studenten Englisch. Она учитель английского языка. Она очень хорошо владеет английским. Она преподает английский язык студентам. Sie ist Englisch-Lehrerin. Sie beherrscht Englisch gut. Sie lehrt die Studenten Englisch. Heinz arbeitet und lebt in Berlin. Er ist Abendstudent. Er lernt Englisch. Er hat viele Fragen. Einz arbeitet und lebt in Berlin. Er ist Abendstudent. Er lernt Englisch. Er lernt Englisch. Er hat viele Fragen. Heidi. Heidi. Wie heißt Englisch? Er ist Arbeiter. Heidi erklärt die Regel. Heinz bildet ein Beispiel. Er sagt den Satz Englisch. Er sagt den Satz Englisch. Du hast da einen Fehler, Heinz. Wie ist die Regel? Heinz sagt die Regel. Heinz sagt die Regel. Und nun ein Beispiel. Und nun ein Beispiel. Heinz bildet einen Satz. Heinz. Schreibe den Satz. Heinz. Nun lerne den Text. Heinz. Die Geschwister arbeiten lange zusammen. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ich bin. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? как слитное и раздельное написание. Надо сказать, что в этой области до недавнего времени, ну, по сути дела, на протяжении всего предыдущего столетия царил своего рода произвол. Существовали определенные правила, но их применение, за счет их количества, разнообразия и за счет того, что они иногда противоречили друг другу, все это ставило в тупик даже опытных филологов, не говоря уже о простых учащихся. Поэтому и была проведена работа вот той самой комиссии, которая, напомню, в 1994 году приняла решение о введении новых правил, вот той самой комиссии была проделана работа по упрощению этих правил, правил слитного и раздельного написания. И поэтому считается, что важно запомнить как бы два основных момента. Правилом считается раздельное написание, то есть на это надо делать упор при освоении орфографии, а слитное написание рассматривается как исключение. Вот если усвоить эти два правила, то тогда, очевидно, все проблемы, связанные с вопросами, как писать слитно и раздельно, автоматически будут сняты. Давайте посмотрим основные рекомендации, которые даются в этой связи в новом своде орфографических правил. Итак, устойчивые глагольные сочетания с другими частями речи пишутся раздельно. Например, fertig sein – быть готовым, kennenlernen – знакомиться, festhalten – схватить кого-то, крепко держать, verloren gehen – потеряться. Auto fahren – водить машину, übrig bleiben – оставаться, быть невостребованным, bekannt machen – знакомить. Еще одно правило, тоже не очень сложное. Имена существительные, прилагательные, отглагольные образования, местоимения и частицы, которые входят в состав сложного имени существительного, пишутся слитно. Давайте посмотрим несколько примеров. Feuerstein – weekend, nightclub, außenpolitik. Feuerstein переводится как «кремень». Weekend – заимствование, конец недели. Nightclub – ночной клуб, außenpolitik – внешняя политика. Но при всем том, при написании сложных существительных, следует различать следующие варианты. Мы их сейчас с вами и проанализируем. Во-первых, это сложные существительные, последний компонент которых имя существительное. Как в первом примере – fußballmannschaft – футбольная команда. Второй пример – das Autofahren – это пример сложных слов и сочетаний, употребляемых в значении имени существительного. Но, как мы видим в этом случае, последний компонент выражен не существительным, а инфинитивом – fahren, ехать, das Autofahren. Третий пример – Goethe-Gedicht – это сложные имена существительные, первый компонент которых выражен именем собственным. Вот в данном случае в составе этого существительного имя великого немецкого писателя – Goethe-Gedicht – стихотворение Goethe. И, наконец, последний пример – Bahnhofstraße. Сложные имена существительные, которые в совокупности образуют единое название. В данном случае это название улицы, которое не переводится по правилам перевода, а на русский язык просто транслитерируется, то есть передается по буквам – Bahnhofstraße, название какой-то улицы в городе. Ну, конечно, по своему смыслу понятно, что это не случайное название, а в данном случае мы имеем дело с мотивированным обозначением улицы, которое ведет к вокзалу, к привокзальной площади. Таков объем знаний, который я хотел бы закрепить на сегодняшнем телевизионном занятии. Завершается наш с вами урок, как всегда, небольшим домашним заданием. Переведите на немецкий язык. Следующее предложение. На этом я прощаюсь с вами. Желаю успеха в освоении немецкого языка. Надеюсь, что вы обязательно сделаете домашнее задание. С проверки домашнего задания мы и начнем наш следующий телевизионный урок. Всего доброго. До свидания.